Девушки отдыхают 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 Я ни разу ни в одном из этих автобусов не была. Просто это напрямую относится к общественному транспорту. Я тут какое-то время ездила на эфиры на автобусе, потому что ремонтировала автомобиль. И вот сегодня я его отремонтировала, приехала и нарезала тут опять круги в поисках парковки. И думаю, как прекрасно было на автобусе. Приезжаешь, вышел из автобуса, дошел, и нет вот этой вот головной боли по поводу... Я мечтаю, когда многотысячная автомобильная братья, она все-таки дойдет у нас до того, что не надо излишних этих проблем с поиском парковочных мест. Действительно, пользуясь общественным транспортом, приехал, дальше пошел, сэкономишь много времени и нервов. То время, которое я ездила на автобусе, а это дорого. Ты ездила с запада, с западной части, да? Я ездила со знака, то есть из Урванцева оттуда. Да, с западной части. К счастью, есть прямой автобус. Но если мне нужно было куда-то еще вправо-влево, соответственно, расходы увеличивались, увеличивались кратно. 30 рублей, напоминаем сейчас, стоимость проезда в общественном транспорте. И то есть в один из дней я потратила на проезд около 150-200 рублей, думаю, так. Что-то многовато, да? Многовато. Ну, то есть с учетом заправленной машины это действительно многовато. И только в одном из этих автобусов был работающий кондиционер. Это как раз вот эта вот жара. Ну, сейчас не актуально сейчас для первых сентябрьских дней, но конец лета. Понятно, но тем не менее, да? То есть мы же обновляли подвижной состав, и эти кондиционеры, так или иначе, они презентовались как шаг вперед. Наше будущее во благо общественного транспорта. Как дополнительные опции, очень хорошие, приятные, да? В общем, я готова пересесть на общественный транспорт при разумных условиях. А, при разумных тратах, ну, при... Ну, у каждого у нас свой семейный бюджет. Мы прекрасно сами все понимаем, да, сколько мы можем потратить на транспорт, на передвижение. То есть не превышало, чтобы, да, эти показатели... Это во-первых. Во-вторых, чтобы были комфортные маршруты. Можно было без проблем добраться из одной точки в другую, без пересадок желательно. Хотя что-то там с пересадочными маршрутами нам презентовали много раз. Ну, это пересадки, да, то есть это же все равно должно работать как часы. То есть это, а, не должно быть дороже, по крайней мере, не в два раза дороже. То есть это не должно быть так, что ты купил билет досюда за 30 рублей и оттуда за 30 рублей. То есть, а, да, это деньги, б, это должно работать очень слаженно. То есть ты приехал на остановку, и тебя тут же должен в пределах нескольких минут подхватить другой маршрут. То есть, а если ты стоишь 15-20 минут, ну, это уже не пересадка, это как-то по-другому называется. А если еще мороз зимой, а если еще дождь осенью, а если еще и время там позднее, то, да, тут создается очень много проблем. В общем, как гром среди ясного неба, наверное, да, вот появилась эта информация. Позавчера, 4 сентября, в частности, выложил ее паблик очень популярный Кировский транспорт. Тут очень много информации, прямо вот перед нами распечатано это все на два листа А4. В общем, речь о том, что в конце августа вышло постановление администрации города Кирова, и этим постановлением был утвержден новый, наверное, правомерно так говорить, реестр маршрутов регулярных перевозок транспортом общего пользования на территории муниципального образования города Киров. Ну и далее перечисляются те новшества, которые у нас будут внедряться, или, по крайней мере, которые планируются внедрить, я не знаю, может, что-то изменится еще с 1 января 2023 года. Ну и вот давай сейчас озвучим, может, еще кто-то не в курсе тех изменений, которые касаются маршрутов автобусных, которые связывают центр города и населенные пункты по так называемому московскому транспорту. Да, это самый спорный вопрос был, судя по комментариям, которые в пабликах городских. Маршруты из Бахты, Соснового, Русского и Башарова сократят до мечты. То есть, получается, люди из этих населенных пунктов доезжают до мечты, а дальше... А дальше, собственно, каждый волен выбирать тот маршрут, который довезет его до нужного места. То есть, еще раз вдумайтесь. С 1 января 2023 года отменяется движение этих автобусов, перечисленных от мечты до автовокзала. Потому что пока они до автовокзала и от автовокзала отходят. Прибываешь к мечте, ну, перекресток московской и производственной, да, там Ломоносово еще. Я думаю, что все помнят. Все помнят, я думаю, да. Вот, достаточно такая активная транспортная развязка, там транспортная артерия существует. И что дальше? Я понимаю, летом очень направление пользуется у садоводов-огородников, да. И в настоящее время есть маршрут, который отходит именно от мечты. Это, если не ошибаюсь, Киров-Башарова, 143, да. Он сейчас как раз отходит от мечты и едет дальше по старомосковскому тракту. И, собственно, обратным путем то же самое. То есть, к нему планируется добавить вот еще несколько маршрутов, которые своей конечной остановкой будут иметь бывший магазин мечта. И, судя по тем комментариям, которые в том же паблике «Кировский транспорт» появились под этим постом, ну, люди негодуются, люди гневаются, вопрошают, как так можно, зачем же так бросать пассажиров общественного транспорта, дополнительные траты, дополнительное время. В общем, если это начинание будет реализовано, то мы понимаем, что это приведет к большим и очень большим неудобствам. Артем Драчков с нами на связи, начальник отдела транспорта администрации города Кирова. Артем Владимирович, добрый день. Добрый день. Добрый день, приветствуем вас в прямом эфире. Мы говорим о постановлении администрации, которым утвержден реестр маршрутов регулярных перевозок. Давайте, Артем Владимирович, начнем с АЗОВ, что называется. Почему именно в конце августа появился этот документ? Что вызвало это новшество? А потом уже непосредственно к изменениям перейдем. Начну, наверное, с того, что данное постановление выпускается при изменении маршрута, либо для формирования конкурсных процедур, которые проводятся в городе Кирове для заключения в последующем, то есть с 23-го года, с 1 января, с перевозчиками. То есть, попросту говоря, вот это время, конец лета, администрация уже задумалась о том, как будет работать общественный транспорт в следующем году, да, заключение контрактов новых с перевозчиками и так далее. В общем, это такая планомерная работа, в общем, да. Да, да, да. Заблаговременно это делается с целью того, чтобы перевозчики могли, которые хотят обслуживать город Киров, могли подготовить технику, прикупить технику, чтобы смогли участвовать в конкурсе. То есть это делается с этой целью. Перевозчики, понятно, Артем Владимирович. Но вот как быть с пассажирами? Потому что я понимаю, что, да, скорее всего, до мечты вот эти вот маршруты из Бахты, Соснового, Русского, они сокращены по причине, наверное, экономии какой-то. Ну, давай спросим, давай узнаем. Что с автобусными маршрутами, да, которые в сторону Русского, Бахты, Садаковского? Если возьмем все то направление, это старомосковский тракт, который включает маршруты 104, 129, 136, 143 и 146. Действительно, в прошлом году мы один маршрут укоротили до мечты, тем самым увеличили там на один рейс в Башарова автобус, что как бы лучше, чем в 2021 году. В настоящее время прорабатывался вопрос о том, чтобы сделать пересадочный хаб на остановке улица Мечта, остановка Мечта, для того, чтобы количество рейсов до этих населенных пунктов увеличить, чтобы все жители, которые обращаются к нам в администрацию с обращениями о том, что количество рейсов увеличилось, чтобы межпиковое пространство между рейсами сократилось, то есть повысилось качество обслуживания. В данном случае плечо вот этих населенных пунктов, оно слишком большое, и для того, чтобы рейсы стали чаще, необходимо два выхода. Либо увеличить количество автобусов на данном маршруте, либо сокращать количество автобусов. Ну, не сокращать, то есть... Сокращать расстояние, да? Расстояние, расстояние. В данном случае, ну, то есть, как бы, закольцовка такая будет. То есть количество рейсов при этом увеличится, и населенные пункты, которые вы перечислили, они получат только лучший эффект от этого. Для того, чтобы не пострадали граждане о переплате, как некоторые в социальных сетях утверждают, для того, чтобы повысится проезд и прочее, на самом деле, центральной диспетчерской службы городского пассажирского транспорта уже проработан механизм пересадочного тарифа. То есть тот человек, который сел, например, в Башарова и едет до остановки общественного транспорта «Мечта», сможет пересесть в любой вид транспорта, автобус либо троллейбус, при этом не заплатив дополнительно деньги за проезд. Артем Владимирович, простите, пожалуйста, перебью сразу, прорабатывается или уже проработано? И вот этот хаб «Мечты», о котором вы говорите, там уже есть состыкованные вот эти маршруты? Какие автобусы будут ходить? Как часто? Автобус 88-й, троллейбус номер 8, автобус номер 33, автобус номер 39 проходят через эту остановку, и, естественно, с 1 января будет синхронизировано расписание между этими маршрутами, для того, чтобы тот, кто приезжает из дальних населенных пунктов, мог в течение от 2 до 4 минут пересесть на следующий автобус, им добраться по своим делам, куда он следует. То есть в данном случае этот пересадочный хаб будет еще для граждан-то более вариативен. То есть если раньше он мог доехать только до автовокзала, то сейчас он может и в Коминтерн уехать, и в сторону АвиТека, а также, в принципе, здесь Датсума, то есть в 88-й мы тоже планировали закольцевать по Октябрьскому проспекту. То есть в данном случае гражданин-то только блага получит от этого. А как быть с оплатой? Получается, что платить изначально пассажиры будут одному перевозчику, а пересаживаться к другому? Очень просто. У нас с вами транспортные карты в городе Кирове, они уже длительное время существуют. Оплата по ним производится дифференцированно. То есть если человек использует, например, транспортную карту и пересаживается в течение 30-40 минут, которые сейчас уже действуют от одного к другому перевозчику, между данными перевозчиками сумма делится пополам. Ну это уже такие, да, технические вопросы материальные между перевозчиками. Да, этот вопрос урегулирован, перевозчики в этом в курсе, поэтому с 1 января планировалось, что в данном пересадочном хабе пересадка будет бесплатна для тех населенных пунктов, про которые мы сейчас с вами разговариваем. То есть в принципе людям это все расскажем на общественных советах в каждом населенном пункте, но это не говорит о том, что это в неведении, сегодня проснулись и завтра... Артем Владимирович, люди в неведении, поверьте. То, что сейчас информация, это прозвучало в нашем эфире, это очень важная поправка. Они уже готовятся выходить на митинги, поэтому, возможно, стоило сначала людям объяснить, а местным жителям, грубо говоря, приехать в Русское, в Бахту, объяснить, что вот будут какие-то нововведения, а потом уже выносить это в общественность, в социальные сети, потому что сейчас люди увидели только одну информацию, что автобусный маршрут сокращается и что нужно будет делать пересадку. Платить придется дважды. Платить придется дважды. Я вас благодарю за то, что вы данную тему подняли сегодня в своем прямом эфире. Мы с вами уже вначале проговорили, что это рабочий документ, о котором во все услышания администрация города не кричала, то есть этот рабочий документ, с которым в дальнейшем работает и составляет конкурсная документация. После подготовки конкурсной документации, естественно, территориальное управление по Октябрьскому району, сотрудники администрации ответственны за данное направление, проведут работу и должны были провести без того, что это вылилилось, так сказать, в СМИ в негативном окраске. На самом деле работа будет проведена, в том числе с населением, заблаговременно. То есть у нас с вами изменения должны начаться были 1 января 2023 года. Естественно, постепенно мы довели бы до каждого человека, кто пользуется общественным транспортом, каким образом, какой механизм при пересадке. Куда можно будет пересесть и докуда будет ездить. Также скорректируем маршруты. Артем Владимирович, еще уточнили, мы рассмотрели случай, когда человек с помощью транспортной карты оплачивает свой проезд из Башарова, Русского и так далее в сторону центра Кирова. А если за наличку, нужно будет билетик предъявлять кондуктору? Нет, вот в данном случае здесь предусматривается как в больших городах, то есть там в Казани, Нижний Новгород и Москва. То есть транспортная карта дает нам возможность без дополнительных средств пересаживаться. Не-не-не, а если наличка, если человек оплатил? Или только карта? Только карта. А, только карта. Потому что банковская карта, она не дает нам идентифицировать того человека, который здесь едет. Понимаете, у нас же не все люди сознательные в этом плане. Поэтому в данном случае очень сложно было доказать, что он по банковской карте либо за наличку доехал до этой остановки и не передал этот билет. А по транспортной карте, в принципе, она к конкретному человеку привязана и можно будет сделать это все. Ага, если возвращаться еще вот к хабу вот этому мечты, да? Я, честно говоря, плохо себе представляю. Это потребует какие-то изменения? Ну, я так понимаю, что визуально никаких это изменений не потребует. То есть там ничего не будут строить. То есть это вот, ну, просто название. Нет, все в рабочем режиме, да. А вот эти маршра... Высаживают, затем разворачиваются возле церкви веры, надежды и любовь, ну, такой круг уже без пассажиров. И едет в обратном направлении. А вот тоже да. А люди, которые вышли на остановки общественного транспорта, например, на улице Московской, никуда не переходя на этой остановке, ждут первый автобус, который необходим, там, 33-й, 39-й, например, 88-й, либо восьмерку троллейбус. Садятся в этот троллейбус, прикладывают транспортную карту к терминалу у кондуктора, либо там валидатор, если там бескондукторная оплата у кого-то будет уже в это время, то, в принципе, у него ничего не спишется, он сразу в программе отобразится, что он уже оплатил эту поездку, и он спокойно едет до своей остановки. Момент, который я хотела уточнить, будет скорректировано только расписание вот этих автобусов, там, 88-й, троллейбус восьмерка, или будет добавлено какое-то определенное количество машин на эти маршруты еще? Ну, получается, что там интенсивность увеличивается, да, и вроде как пассажиропоток должен, по идее, тоже вырасти, и тут хотелось бы, чтобы, да. Да, для этого дополнительный маршрут, еще номер 7 автобуса рассматриваем внести с нового года, для того, чтобы он как раз эту часть пассажиров в том числе для себя, так сказать, забирал. Сотрудниками ЦДС ГПТ совместно с сотрудниками отдела транспорта выезжали на место, смотрели по пассажиропотоку, сколько выходит именно на остановке «Мечта», чтобы знать, сможет ли троллейбус там восьмерка, 88-й автобус, сразу перехватить вот то количество людей, которые двигаются в час пик, потому что это самая большая загрузка. Данные показали, что на данной остановке с автобуса выходят от 20 до 24-х человек, ну, в час пик. То есть как раз троллейбус, который у нас идет следующий, а у него это остановка вторая, начальной, то есть на улице строительства, он спокойно всех пассажиров к себя вмещает, и без какой-то лишней давки люди смогут спокойно ехать. Ну, вот вы знаете, я тут вспомнил личный опыт. Несколько лет назад, в течение пары-тройки лет, ну, потому что сад в том направлении был, временно пользовались, я передвигался на 146-м, Киров, Сосновый. Я, поскольку живу рядом с автовокзалом, я ходил на автовокзал для того, чтобы сесть, купить билет, и когда он идет по городу, до мечты людей, в общем-то, немного. Вот сколько раз я не ездил, такой, ну, все сидят, даже много свободных мест. А основной поток людей, он как раз-таки вот за... уже непосредственно, да, перед проспектом строителей на Московской. Все верно. Да, вот есть такое соображение. Там, то есть основная часть садоводов-вогородников штурмует эти автобусы, и вот возникает иногда проблема. Ну, вот лишь бы тут сейчас, конечно, действительно, вот эти технические, технически все увязать, чтобы действительно этот пересадочный тариф действовал, чтобы людям не пришлось много ждать. А так, судя по тому, какие идеи закладываются в эти изменения, ну, в общем-то, пока выглядит это, в общем-то, хорошо. У нас основная позиция у главы администрации, чтобы данные изменения только качественно повлияли на маршрутную сеть и на благополучателей, то есть на граждан, которые будут пользоваться. Если в данном случае это как-то ухудшает их права на доступность, то, естественно, мы бы не стали даже, грубо говоря, в это вводить. Но пересадочные хабы, это действительно позволяет уменьшить интервал, и даже если автобус вышел из строя чей-то, то, ну, как бы, по какой-то причине, то следующий автобус идет с минимальным интервалом, то есть не придется ждать, там, час следующего автобуса. Вот, Артем Владимирович, сразу тогда, пока не ушли далеко от темы, вот этот интервал, в вашем понимании, сколько он должен составлять, то есть сколько минут, по крайней мере, вы будете придерживаться, да, и обсуждать с перевозчиками. На бесплатную пересадку? Нет, вот человек приехал к этому хабу, у мечты, и через сколько минут его должен подхватить следующий транспорт? Максимум до пяти минут. То есть вы прям будете добиваться, да, перевозчиков, будете ставить перед ними такое условие? Нет, у нас есть такое, почему, вот если мы смотрим восьмерка троллегус, у нас на линии 18 единиц техники, то есть в данном случае, в данном случае они ходят примерно от двух до четырех минут друг за другом, то есть уже получается, любой гражданин, который приехал с этих населенных пунктов, он от двух до четырех минут обязан просто пересесть в этот восьмерку троллейбус, следующий автобус там 88-й, то есть тоже часто ходит в этом направлении, потому что автобусы чуть-чуть будет требовать скорости, да. Затем у нас 33-й, 39-й, мы хотим синхронизировать, чтобы даже в отсутствии, ну там, затора на дороге на какой-то, например, троллейбус не вышел, то следующий автобус уже пришел в течение пяти минут, чтобы человеку не надо было ждать. И еще момент, пересадка, вот эта вот условно-бесплатная, да, она может быть только одна? Ну да, она только одна и только в этом месте. Если, посмотрите, если человек вот сейчас, вот мы с вами ездим в городе, мы уже можем купить проездной и делать неограниченное количество пересадок, проездной безлимитный, есть пересадочный проездной в течение 30 минут, да, и 40 минут, то есть там тоже можно две пересадки сделать, это одно. Здесь, конкретно к этой ситуации, это будет отдельная транспортная карта, как раз, ну, условно назовем ее пригород, который позволяет здесь делать именно на этой остановке пересадку, то есть именно на пересадочном хабе. Еще, Артем Владимирович, вопрос. Мы уже упомянули о том, что будет организован новый автобусный маршрут под номером 7, да, вот в частности для того, чтобы подхватить людей, прибывающих с этого западного направления, он будет стартовать от мечты и другая, конечно, это инфекционная больница, да, соответственно, улицы... Нет, чуть неправильно. Нет? Уточните, пожалуйста, да. Стартовать от метрограда... А, от метрограда. ...район до инфекционной больницы. Все маршруты в городе Кирове инициируются группой граждан, которые выходят с инициативы о внедрении нового маршрута, как у нас, например, в текущем году, например, маршрут номер 8 автобуса от протезно-ортопедического центра до автовокзала сделан. Здесь аналогично седьмой маршрут, то есть инициативная группа граждан заявили с администрацией города о том, что необходимо сделать маршрут от такого микрорайона до другого микрорайона. Мы со специалистами транспорта ПДС, ГПТ проанализировали ситуацию, составили расписание под желания граждан, и данный маршрут, грубо говоря, будет на 10 января функционировать и будет пользоваться популярно. В том числе он пойдет по улице Горького, которая сейчас у нас не загружена. По улице Горького, ну, я вам говорю, что город, это же такой живой организм, каждый раз что-то происходит, меняется, люди переезжают в другой микрорайон, и некоторые там отказываются, например, пользоваться общественным транспортом. Поэтому через какой-то промежуток времени некоторые маршруты у нас закрываются с целью оптимизации маршрутной сети, чтобы они друг друга не загуглировали. Улица Горького у нас в этом году откроется, мы часть маршрута, ну, 44-го, наверное, планируем запросить по этой улице для того, чтобы разгрузить улицу Попоо. Тем самым те, кто живет в этом портале улицы Попоо, Сурького, Черце и Некрасово, могли бы выбирать либо ехать по улице Попоо, либо по Сурького. Тем самым мы бы разгрузили улицу и перекрыли. Ну, если говорить о других вопросах, о других автобусных маршрутах, мы уже прочитали из этого материала о том, что где-то количество автобусов на маршруте уменьшится, где-то подрастет. Тут на основе чего делаются такие выводы? На самом деле у нас все подсчитывается. То есть я вам говорю, что МБУ, ЦДС, ГПТ ежедневно мониторит общественный транспорт, выдает потоки, до какого направления движется больше людей, где, наоборот, пассажиропоток падает, и где автобусы, так скажем, ходят пустые просто. Поэтому там, где потребность есть, мы добавляем единицы техники, то есть выездов и рейсов будет в течение дня больше, потому что людей там стало жить больше, пользоваться стало больше. А там, где люди не пользуются общественным транспортом, там, ну, в настоящее время идет по одному автобусу сокращение, но это не говорит о том, что этот автобус будет закрыт, ну, маршрут. Это говорит о том, что пока не возрастет пассажиропоток, количество единиц на данном направлении будет вот столько. Если пассажиропоток увеличится, то в рамках муниципального контракта мы можем увеличить количество единиц в данном направлении. Спасибо за этот подробный комментарий. Спасибо. Многое прояснилось, да, и прям как-то вот вопрос даже снялся с приезжающими и отправляющимися на запад от Кирова, от центра Кирова, Садаковский, Костина, Бахта, Русская и так далее, о том, что будет все-таки у нас бесплатная пересадка в течение определенного количества времени, да, на любой из подходящих маршрутов, останавливающихся у мечты. Артем Драчков был с нами на связи, начальник отдела транспорта и администрации города Кирова. Нам пора на рекламу сейчас сходить, мы вернемся скоро. Мы продолжаем, и остается не так уже много времени. Дарья Топузлеева, Владимир Сметанин. Тут еще один вопрос, тоже накануне поднимался, вот сейчас мы поговорили подробно об этом направлении по старомосковскому тракту. Накануне исполняющий обязанности главы администрации Вячеслав Семаков написал, что еще активно обсуждалась судьба троллейбусного 14 маршрута с 1 января будет временно, подчеркивает Вячеслав Николаевич, прекращено движение троллейбусов, поэтому маршруты из-за нехватки. Нет ничего более постоянного, чем временное. Не, ну на самом деле, если охватить вот эти изменения, которые планируются у нас с 1 января нового года, то их достаточно много. Хотя хорошо, что мы сейчас вот от Артема Драчкова получили прям подробный комментарий по поводу того, что нет, не бросят все-таки пассажиров, не придется переплачивать. Но хотя, с другой стороны, как-то на самом деле будет это организовано. Ну пока мы верим, конечно, что все будет хорошо, но мы же прекрасно понимаем, что у нас сбои постоянно случаются какие-то, да, в этом программном обеспечении, что-то там не проходит. А кондукторы, которые говорят, нет, не работает, выходи на выход. Да, человеческий фактор какой-то возможно играть. Ну, по крайней мере, вот то, что задумано, вроде бы звучит неплохо. Логика в этом есть. Давайте сейчас пообщаемся с Денисом Парлогом, в недалеком прошлом генеральным директором автотранспортного предприятия и предприятия Киров Пассажир Автотранс в нашем городе. Денис, приветствуем вас. Денис. Да, добрый день. Да, мы в прямом эфире общаемся, Денис, и вы, безусловно, в курсе тех изменений, тех предложений, которые в плане общественного транспорта собираются в Кирове реализовать с 1 января 2023 года. Но вот сейчас мы только от администрации получили комментарий, и вопросы некие снялись в том плане, например, что людям, которые едут по Старомосковскому тракту и выходят у мечты, им при выполнении определенных требований не придется заново платить. То есть они смогут бесплатно пересесть в автобус, который там же у мечты останавливается, например, в 88-й, и благополучно добраться до точки назначения. Вот такой корректив хочу внести сразу же. Ну, в целом, как оцениваете эти изменения вы? Ну, любые изменения, которые направлены на ухудшение доступности любого микрорайона, будь то отдаленный, будь то центр города, безусловно, они вызывают больше негатива. А для вас это однозначно ухудшение? Безусловно, это ухудшение. То есть, ну, помимо того, что хорошо сняли вопрос с двойной оплатой, хотя я не сильно уверен, что его сняли, потому что, ну, к сожалению, верить в последнее время там некоторым чиновникам уже просто там надоело, да. Соответственно, здесь придется пассажирам ждать больше общественный транспорт. Более того, сократив маршрут, по-моему, 129-й Киров-Костина, опять же, там мы увидим, что будет переполнение автобусов, курсирующих там с Бахты, с Башарова, с Русского. И это, безусловно, будет, потому что жители уже в этом году даже на то количество автобусов, которые сейчас предусмотрены контрактами, уже жаловались. Соответственно, не вижу здесь плюсов для жителей, вижу только минусы. В любом случае... Да, Денис, простите, перебью, но все-таки вот администрация нас уверяет в том, что за счет того, что длительность, дальность, расстояние сократится, да, не будут эти автобусы у нас курсировать между автовокзалом и мечтой, интенсивность якобы вот после мечты она увеличится, простым человеческим языком говоря. То есть чаще будут автобусы ходить. Здесь можно взять и посчитать то количество автобусов, которые останутся, и разделить на расстояние, и мы получим, что чаще здесь особо ничего ходить не будет, потому что, как я уже говорил, автобусы до Костина уберу. Соответственно, интервал там, по моим подсчетам, получится не менее 15-17 минут в пиковое время, не лишь пиковое, он увеличится до 35 минут. Соответственно, о чем мы говорим, какие чаще, не будет ничего чаще ходить, это точно видно, и это точно так и будет. Опять же, почему мы... Ну и сейчас, видимо, примерно такая же ситуация, да? В пиковое время 15-17 минут. В РИО главы региона всегда говорят, что не надо ущемлять людей, не надо игнорировать их мнение. Опять же, где кто-то спрашивал мнение людей, но, по-моему, нет. Кто-то проводил какие-то общественные слушания, но, по-моему, нет. Я открываю паблики, комментарии, читаю, ну, жители просто в недоумении этих населенных пунктов, почему опять в чем-то ущемляют. Поэтому вопросов очень много, и все-таки там мое мнение, что сначала нужно с жителями общаться, потому что сидеть из просторного кабинета и принимать решения за жителей, которые ежедневно не по разу пользуются общественным транспортом, ну, наверное, это глупо. Ну, мне вот не совсем еще понятен с финансовой точки зрения вот этот вопрос. Получается, что плата, ну, то есть, если пассажир, по крайней мере, если верить администрации, платить дважды не будет, то вот эта вот плата будет поделена между двумя перевозчиками. Причем поровну. Поровну, да. Насколько это улучшит финансовое, я не знаю, положение обоих перевозчиков? Ну, то есть это... Ну, я могу смело сказать для перевозчиков, что будет масса негатива, скорее всего. Если это будет один и тот же перевозчик, ну, например, там АТП, либо любой другой перевозчик, да, который будет услышать эти маршруты, здесь возможно, но, насколько я знаю, те маршруты, которые будут курсировать по московскому тракту, это будет конкретно один перевозчик, там, по крайней мере, в одном лоте это все будет, а уже оставшиеся маршруты, которые будут от этого направления курсировать в сторону центра, это будут там либо один, либо другие перевозчики. Соответственно, как они будут делить между собой 28 рублей разделить на два, то есть, по сути, взяли искусственно, снизили доход с перевозки пассажиров в два раза. Опять же, не будет ли масса негатива от перевозчиков, не выйдут ли они снова с предложением в РСТ, точнее, не попросят ли их выйти, потому что перевозчики сами никогда не уходят. Поэтому вопросов здесь очень много. Опять же, сначала нужно все это обсуждать. Я задавал вопрос как минимум шести перевозчикам за эту неделю, мне ни один не подтвердил, что они вели переговоры с администрацией насчет изменения маршрутных сетей. Поэтому, ну, у меня вопросов много. Нет, на самом деле, это удивительная вообще ситуация. В популярной группе в соцсети появляется вот эта информация о том, что будут изменения. На официальных ресурсах ее нигде еще нету, там такая буря негатива. Администрация как-то не пытает это прокомментировать, быстро отбить это все. Ну, в общем, как-то уникальный какой-то случай. Я думаю, что здесь, наверное, правильно сказать, что там левая рука не знает, что делает правая, потому что, опять же, тот реестр, который был опубликован на той неделе, ну, в конце недели подписанным главой ДГХ Печенкиным, ну, я не поленился сразу же прочитать, потому что сначала пошла информация, что сокращается 14 маршрут троллейбуса, но добавляется седьмой маршрут автобуса. Хотя я из этого реестра вычинял намного больше информации, а именно, что будут сокращены маршруты до мечты, что, безусловно, вызовет негатив, то есть и придется людям платить. И, опять же, я думаю, что глава Рио, главы администрации, скорее всего, не, ну, либо не вникал, либо доверился своим сотрудникам. Они же стоящим. И, наверное, там не провел работу именно по информированию населения или обсуждению. Ну, а данные сотрудники подумали, что и так все идет. Денис, у нас минуты полторы еще остается. Знаете, какой еще нюанс? Старомосковский тракт в плане трафика и количества автомобилей, ну, прям очень загруженная транспортная артерия. Вот этот поток очень плотный, он не сведет ли как-то ближе к нулю все эти начинания по увеличению интенсивности, по доступности общественного транспорта? Трудно оттуда добираться людям, но очень трудно. Безусловно, оттуда добираться трудно. Все мы понимаем, что Метроград, он расстраивается, расстраивается активно, застраивается, точнее. Соответственно, утром пробки регулярно встает в то направление, вечером также. Предложение также мы по расширению проезжей части высказывали. Опять же, слышать не услышать администрацию, это уже второй вопрос. Но сейчас, безусловно, в том направлении тяжело курсировать. А идея переследить жителей всех на общественный транспорт, она, как мы видим, в городе Кирове провальна, потому что, опять же, вот вам живой пример, когда людей игнорируют мнение людей. Соответственно, если мы хотим переследить максимальное количество пассажиров на общественный транспорт, мы должны их слышать. И общаться, и общаться, устраивать встречи. Я вам приведу пример, опять же, без популизма, приведу пример, когда в начале года...